Сегодня мы изготовим зажигательное устройство, особенностью которого будет возможность работы без бензина, газа или электроэнергии. Сразу скажу, что идея не является результатом работы именно моих мозговых извилин. Идею я позаимствовал у одного очень известного блогера. Посмотрев видео, я думаю вы догадаетесь у кого именно. Всем привет, Антон моё имя, желаю вам приятного просмотра. Для корпуса я возьму детали от гигантского предохранителя. Конечно было бы гораздо интереснее изготовить корпус с нуля, выточив его из цельного кругляка. Но в таком случае понадобится возможность нарезания резьбы, а для моего токарного станка такая операция, равно как и операция отрезки заготовок, чужда. Тем не менее, выход есть всегда, главное суметь его отыскать. Итак, моя задача соединить две части и таким образом получить втулку, имеющую резьбу с обеих сторон. На эту резьбу впоследствии будут накручиваться стальные крышки. Две резьбовые детали будут соединяться с помощью пайки. При этом, для того, чтобы обеспечить максимально возможную соосность, я выточил две втулки. Втулки из древесины. Использование металла не целесообразно с экономической точки зрения, а использование пластика невозможно, ибо в процессе пайки присутствовала бы вероятность его расплавления, чего нам не нужно. Заложиваю обе заготовки и собираю хитрую и одновременно с этим простую конструкцию. Представляет она из себя заранее выточенные втулки, болт М6 и пружину. По моему замыслу, при сильном нагреве пружина плотно прижмет детали друг к другу, что тем самым обеспечит качественную и надежную пайку. Моя идея сработала на все 100%. Осталось только обточить деталь для ее выравнивания и получения более презентабельной поверхности. В целом, результат получился великолепным. Следов пайки абсолютно незаметно. Накрутив одну крышку, обтачиваю ее до приобретения ею более компактных размеров. Между прочим, только в процессе токарной обработки я выяснил, что крышки вовсе не стальные, как мне казалось ранее. Такие неожиданные моменты, к слову, встречаются довольно часто. В общем, всего знать невозможно и предугадать сего тоже невозможно. Для облегчения последующего сверления по центру, между первой и второй крышками, я сделал небольшую канавку с помощью отрезного резца. Благодаря этой канавке, мне удастся просвелить два отверстия идеально по одной оси. Но, эта операция ожидает меня в будущем. На данном промежутке пространства времени, я изготавливаю латунную втулку, которая будет визуально соединять две части корпуса. В качестве источника материала, я решил применить обыкновенный сантехнический водяной фильтр. Купил я его всего за 30 многострадальных украинских гривен. К сожалению, купить латунный кругляк в нашем городе невозможно. Вообще, нужно отметить, что в моей местности обитания, ни нормального инструмента, ни химикатов, ни металлических заготовок не приобрести. Все приходится покупать через интернет. Я даже не представляю, что бы я делал, если бы не всемирная и всемогущая паутина. Временно собрав корпус, сверлю отверстие диаметром 3,3 мм. В этом отверстии нарезаю резьбу М4. В недалеком будущем, с помощью этой резьбы, будет крепиться конструкция с фитилем. Крепежный винт я изготавливаю из болтика М4. К великому сожалению, аналогичных латунных метизов у меня нет. Если бы знать где, я бы прикупил пару мешков латунных винтов и болтов. Сделал бы себе нечто вроде запаса на зиму. Кто-то запасается консервацией, а я бы запасся крепежом. Неожиданно. Саму камеру сгорания, хотя, наверное, точнее будет сказать камеру горения, я изготовлю из латунного шестигранника диаметром 10 мм. В этом самом шестиграннике сверлю отверстие 4 мм. И немного больше, чем до половины, рассверливаю его аж до 8 мм. Затем зажимаю заготовку в резцедержатель, а в патрон токарного станка дисковую фрезу. И произвожу фрезеровку. Работу выполняю вручную, ибо жесткость токарного станка моего не позволяет произвести эту операцию электромеханическим способом, к сожалению. Далее следует гравировка. Я целенаправленно не отрезал деталь, ведь в виде заготовки ее гораздо проще закрепить на столике ЧПУ станка. Больших подач при гравировке не использую, поскольку в таком случае станок издает очень много шума. А шум чреват конфликтами с соседями. Уже жалобы на меня поступали. Даже участковый заходил в гости. Блин. Вероятное всего мне придется изготовить гигантский короб с серьезной звукоизоляцией внутренних стенок. И уже в этом коробе расположить свой ЧПУ станок. Но это будет скорее всего в будущем. После нового года, наверное. Между прочим, гравировал я орла с крыльями. Отмечу, что к временам Третьего рейха этот символ не имеет никакого отношения. Хотя, честно вам скажу, я отчасти уважаю фашистскую Германию. Но только за одно. Подчеркиваю, за одно. За развитие науки и промышленности. Разумеется, это нисколько не оправдывает то зло, которое она принесла человечеству и нашим странам в частности. Мерзавцы. Но оставим прошлое в прошлом. Вернемся к изготовлению нашего секретного устройства. Итак, фиксация произведенной ранее детали будет осуществляться гайкой. Для этого, рассверливаю в обыкновенной гайке М3 отверстие и нарезаю в ней резьбу М4. Конечно, для защиты от ветра, грязи и тому подобных неприятностей потребуется защитная сетка. Мне удалось раздобыть латунную сетку, как раз подходящую под наши цели. Этот материал мне презентовал один мой новый знакомый, с которым я наладил доверительные отношения. Можно сказать, печенью налаживал отношения эти. Но оно того стоило. Вырезаем небольшой отрезок, наносим немного припоя, устанавливаем сетку в корпус и хорошенько разогреваем. Уверен, что пайки в двух точках будет для надежного крепления предостаточно. Не на камеру была изготовлена еще одна аналогичная деталь. Отличие только в размерах и сетке. В данном случае сетка из нержавейки. Крепление также винтом М4 и соответствующей гайкой. При этом для обеспечения герметичности использую еще и пайку. Псевдофитиль же фиксирую клеем. Повышенная степень оригинальности нам уж нисколько не повредит. А поэтому мной было принято решение выполнить гравировку и на одной из крышек корпуса. Разметку выполняю с помощью инструмента, изготовленного мной в предыдущем видео. Вызвался инструмент неоднозначную реакцию. Особенно на Яндекс Дзен. Вообще дерьма на этой площадке гораздо больше, чем на ютубе. Многих обиженных по жизни больше бомбило, что я из Украины. И как-то не так по их мнению произношу некоторые слова. Но я-то воробей стреляный. И такие чуть ли не нацистские нападки вызывают только смех, не более. Ладно, оставим всю эту фигню, продолжим. Для большей выразительности выгравированные звезды подчеркнем эпоксидной смолой красного цвета. Сама непосредственно смола прозрачная. Я же ее подкрашу обыкновенной гелевой пастой. И вообще, я знаю, существуют специальные красители. Но, во-первых, такого красителя у меня пока что нет. А во-вторых, будет нечто вроде эксперимента. Проверим на практике. Возможно ли окраска смолы канцелярской пастой. Сама технология проста. Наносим тщательно размешанную смесь. Удобно это произведить, к слову, тонкой иголкой. А излишки удаляем ветошью, смоченной в бензине. До момента, пока эпоксидная смола высохнет, я подготовлю небольшую ножку. Которая не даст кататься нашему устройству, словно капитошки. Центр тяжести смещен. А поэтому вполне достаточно одной небольшой опоры. Также для фиксации вполне достаточно одной гайки. Ну и на всякий пожарный, одной капли эпоксидки. Последний элемент, который мы изготовим, является поджигатель с ручным приводом. В качестве материала, стальной квадрат 8 на 8 миллиметров. Для начала проселю отверстие диаметром 2 миллиметра. Позже в этом отверстии будет нарезана резьба. И с помощью винта будет крепиться колесико. Но до этого пока что далеко. Для начала просверлим отверстие осевое. Поскольку квадрат в патроне токарного станка нормально зажать просто нереально. Я использую засекреченную всеми мастерами приспособу. Но так и быть, открою вам тайну. Приспособа представляет собой удлиненную гайку с приженными винтами М3. Очень удобно, я вам скажу. Фрезой выполняю пропил. На рынке мне удалось купить сразу несколько дисковых рез всего по 20 гривен за штуку. Изначально вообще эти фрезы бабушка на рынке продавала по 5 гривен. Я, обрадовавшись такой цене, хотел забрать у нее все. Но, потом, в процессе торговой сделки, откуда ни возьмись, возник ее дедушка. И с предъявой такой ко мне, мол, дешево сильно. Выглядело это примерно вот так. Короче, сговорились по 20-ке. Но я не жалуюсь, ибо и это тоже недорого, я считаю. После ряда манипуляций технического характера получился запал, который будет производить то самое, что подарил человечеству Прометей. Если верить легенде, разумеется. Детали закрепляю в корпусе и для герметичности фиксирую небольшим количеством эпоксидки. Сразу же устанавливаю и камеру с фитилем. Сейчас как раз самое время. Напоминаю, что крепеж осуществляется посредством гайки М3 с нарезанной резьбой М4. Также монтирую и втулку, визуально соединяющую две части корпуса. Крепление с помощью эпоксидки. Именно для нее во втулке предусмотрена специальная проточка. По моему замыслу, смола равномерно растечется внутри крышки корпуса и намертво зафиксирует наши детали. На саму втулку надеваю резиновую прокладку, которая будет препятствовать испарению горючего через неизбежно присутствующую щель. В само же внутреннее пространство набиваю вату. Заправляю бензином и плотно закручиваю крышку. Я думаю, вы догадались, в чем прикол. Во-первых, за счет формы создается впечатление, что горючего нет. А во-вторых, сбивают с толку и вторая камера с фитилем. Единственный момент, я бы сделал корпус потоньше и разумеется добавил бы колпачок с резьбой для закрытия реально работающего фитиля. Однако, и размеры корпуса, и отсутствие колпачка были пожеланиями человека, который попросил сделать для него, разумеется не бесплатно, такую зажигалку. На всякий случай, напомню, что курение вредит узлам и механизмам человеческого организма. Поэтому лучше избавиться от этой гадской привычки. Я вот как раз пытаюсь бороться с этой гадостью. Пишите свое мнение, жму руку, как всегда, но пасаран, пока. Продолжение следует...